спасибо большое слава богу какая радость петь эти песни аллилуйя господи мы благодарны тебе за этот час иисус благодарим тебя что ты верно пробуждаешь нас господи и мы увлечены господи согласен иисус пребывать здесь в тебе господи благодарна тебе за то что это совершаешь ты господи мы откликаемся благослови этот час поклонения благослови эту мысль господи вступление к основной части приготовь наши сердца слава тебе христос во имя твое молимся и просим аминь давайте прочитаем с вами два стиха великолепное слово мы слышали вчера о радости в иисусе христе аллилуйя и вот немного хотел немного хотел поделиться также на основании размышлений над этим и так 29 стих примите же его и пафродита господи со всякой радостью и таких иметьте в уважении и 3 глава 1 стих впрочем братья мои радуйтесь о господи писать вам о том же для меня не тягостно а для вас назидательно и так в первом случае мы с вами видим как бы не как бы а примите с радостью человека да то есть это относится ко встрече потому что наконец приходит эпофродит он был сильно болен он хотел очень сильно встретиться и апостол павел говорит что бог помиловал его и он выжил и теперь примите же его со всей радостью потому что он очень сильно хотел встретиться а и у нас есть эта удивительная радость встречи собрание святых радость с людьми и также здесь прочим братья мои радуйтесь о господи да здесь уже идет как мы с вами видим перед следующим описанием повеление или ободрение радоваться о господи и это в общем-то наше основание всей радости да что на горизонтальных взаимоотношениях с людьми и встречах и звонках и как мы с вами утром допустим встречаемся мы включаем эти кнопочки видим лица друг друга и радуемся до встречи да это сверхъестественно и мы не можем это объяснить а может и может нет не может а мы видим эту радость оснований почему потому что здесь говорится радуйтесь о господи да мы радуемся благодаря тому что дух святой освещает нам жертву иисуса христа да он верно освещает нам эту жертву и дает нам понимание о помиловании наш вечно у нас есть вечное помилование как здорово да не только в этом дне и мы благодарим иисуса христа в духе святом что дух святой освещает нам я подумал о том что мы радуемся радуемся сверхъестественно в согласии вместе с ним как здесь радуемся этому дню так что мы помилован здесь мы видим что эпофродит был помилован это значит ему дана еще была эта благодать продолжать радоваться этому поприще и мы с вами радуемся этому дню сверхъестественно это это действительно радость когда бог освещает нам эту радость мы помилованы на этот день есть милость обновляющиеся каждое утро есть необъятная милость когда мы с вами если можно так сказать нам дарована вечная милость в нем но также и практическая милость на этот день на определенный день жизни в этой в это время церкви благодати нам дара дана это удивительная милость у нас есть эта радость действий духа святого что мы под воздействием его можем быть исполнены духом святым если соглашаемся если соглашаемся с ним и не отвергаем его действия исполняться духом святым и он и он верно это делает и мы зачем нам отказываться да если проще зачем нам отказываться от того чтобы он воздействовал и нам исполняться духом святым мы радуемся тому что в этом дне есть также радость исполнения мыслями его и всякий раз когда говорится радуйтесь или примите все это говорится в повелительном наклонении это значит что в духовном в духовных реалиях я не могу относиться к этому хочу не хочу то есть это ведь тесно связано с нашим питанием прежде всего я допустим когда кушать хочу я не говорю я не хочу кушать да потому что если я не буду кушать я я я заболею у меня спадет иммунитет и я заболею на следующее утро на то же самое и здесь да я не могу когда я соглашаюсь с богом и осознаю эту мудрость я не могу отказаться от этой повелительной радости исполняться мыслями его в иисусе христе как здорово и это все он нам раскрывает эти реалии и также радость и как говорилось в предыдущих в предыдущих посланиях утренних у нас есть это радость раскрывать евангелие мы не знаем как но это совершается где бы это не происходило и мы осознаем это вчера мы брали молоко и встречаясь с людьми в том комке в этом комке я раздавал календарики и люди радовались и я также радовалась и вот взяли молоко домашнее хорошее и я вспомнил что я забыл дать календарик я вернулся обратно и смотрю набежала сразу очень да это говорит о том что и идет духовная битва на я я понял что это духовная битва а вдруг этот человек спасется сегодня да я подождал пока эти три человека тоже возьмут молоко вернулся спросил имя и и подарил ей этот календарик у нас есть радость освещать евангелие аминь а благослови вас господь радость освещать и светить евангелие спасибо замечательное слово пастор нурлан отец наш небесный мы благодарна себе в это особенное утро но для для нас особенное потому что это не бы невероятная встреча с иисусом христом ты подарил нам иисуса христа отец мы славим тебя и приходим к тебе в в нашем спасителе благослови сейчас это слово посвящения веди нас наслаждай нас господи мы хотим этого мы хотим как говорилось во вступлении радоваться и радоваться в господи иисусе христе благослови во имя твой иисус мы молимся и просим аминь сегодня у нас девятнадцатое слово посвящения такое замечательное такое воинственное такое облагораживающее успокаивающее и это послание к филиппийцам 3 глава после первой главы в которой мы вернее по первого стиха который мы рассматривали вчера и пастор нурлан продолжал говорить об этой радости я говорю вам радости писать об этом для меня не тягостно а для вас защита учения мудрость назидательно и вот второй стих и вот такая фраза этим словом псы евреи называли язычников не евреев и и это было презрительное но презрительное состояние восприятия этих людей берегитесь злых делателей псы злых деятеля или делателя и вдруг берегитесь обрезание но но павел ну как оказывается это относится это относится псы совсем не к язычникам это относится к тем иудаист вующим и и иудеям которые стали приходить в церкви в церковь филиппа ну конечно синагоги нет есть место молитвенно и то в этом месте молитвенном уже поселилась весть о христе у реки когда апостол павел шестнадцатая глава деяний и силы пришли в это известное молитвенное место евреев молились стали проповедовать об иисусе христе и люди поверили евреи которые находились там но вот пришли те которые знают писание казалось бы и почитают его почитают закон и они стали они веруют иудаистовичи веровали в иисуса христа но они веровали также и в добрые дела потому что по закону нужно было совершать такие добрые дела по христу христос творит свои добрые дела через нас поэтому им нужно было добавить что закон то надо соблюдать и это влияло и отбрасывало христиан церкви в филиппах к тому что снова нужно ну оказывается пройти курсы прозелитизма и здесь апостол говорит да и возвращаясь к истории еврейского народа мы с вами видим очень интересную запись практически в самом конце пяти книжья в тридцатой главе со второго стиха по шестой стих имеется такое обращение с первого стиха когда придут на тебя все слова эти благословения и проклятия которые изложил я тебе и примешь их к сердцу своему среди всех народов в которых рассеет тебя господь бог твой а это произошло второй стих и тогда ты обратишься к господу богу твоему и послушаешь голоса его как я заповедую тебе сегодня ты сыны твои от всего сердца твоего и от всей души твоей тогда господь бог твой возвратить пленных твоих умилосердиться над тобою и опять соберет тебя от всех народов между которыми рассеет тебя господь бог твой хотя бы ты был рассеян до края неба и оттуда соберет тебя господь бог твой и оттуда возьмет тебя и приведет тебя господь бог твой в землю которую владели отцы твои и получишь ее во владение и облагодетельствует тебя и размножит тебя более отцов твоих и обрежет господь бог твой сердце твое и сердце и сердце потомство твоего чтобы ты любил господа бога твоего и от всего сердца твоего и от всей души твоей дабы жить тебя о чем это говорит это говорит о мессии который придет и заберет на себя как жертва как жертвенный агнец грех человека который находится в нем его плоти заберет на себя обрезание духовное новое сердце и здесь в третьем стихе третьей главы павел объясняет потому что обрезание это мы служащие поклоняющиеся в духе духом и хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся возвращение возвращение к закону это возвращение к надежде на плоть здесь мы имеем сердце новое отделенное от ветхих мыслей различных эмоций ветхого человека мы с вами являемся теми людьми которые подготовлены сверхъестественным образом через принятие Иисуса Христа нашего агнца на кресте мы получили там чистые во Христе доступ к Отцу доступ каждую секунду всякий раз препятствием может служить только если мы отойдем но он возвратит потому что у нас совершенно новое сердце у нас живой дух итак смотрите какая замечательная мысль мы с вами во Христе Иисусе поклоняемся Отцу всему Божеству и мы хвалимся Иисусом Христом хвалящийся Христом Иисусом мы хвалимся потому что мы приняты по благодати через веру в Иисуса Христа который забрал все наши грехи это чудо изъять жертву Иисуса Христа и человек пустой он будет делать свои дела как ему кажется религиозные а спасения нет спасение это раскаяние изменение ума не через дела плоти не через заслуги религиозные а через то что спасение которое Господь подарил и теперь внимательно слушайте оно не является спасением которое располагает нас к ленности оно является спасением в нового человека который ожидает от Бога и Бог обязательно дает нету никакого препятствия между Богом и человеком между отцом и человеком в ветхое греховное состояние Бог забрал грехи все наши агнец понес на себя поэтому мы с вами все время говорим слава Христу слава Богу но она обязательно связана с Богом Иисусом Христом такая наша хвала кстати слава Богу это в большинстве случаев ну не имеет значения и отношения к Богу у людей которые не веруют в Иисуса Христа это тщетное почтение потому что почтение истинное оно заключается в согласии с планом Бога единственное как Петр сказал в книге Деяния 4 глава 12 стих нет другого имени который мог бы спастись человек как имя Яхве спасает Иешуа или Иисус это спаситель пришел спаситель всех евреи были рассеянные во всей вселенной то есть на населенной части земли и вот Господь присылает к ним вестников и те из евреев которые обнаруживают есть совершенно другое определение обрезания обрезания сердца в котором ты получаешь новые мысли новый ум эмоции воле изъявления новое самопредставление ты начинаешь поклоняться в радости и счастье Иисусу Христу а через него Отцу Духом Святым все три единства находятся в этом процессе и это не от нас это является самым великим свидетельством которое мы призваны делать в этом мире ну и что что я сделаю хорошие дела это хорошо для людей но без Евангелия без спасения погибают Иисус сказал в Евангелии от Иоанна в одиннадцатой главе двадцать пятом стихе что только он воскресение и вечная жизнь ну почему бы человеку который называет себя христианином не послушаться этого ведь мимолетное прочтение этой глубокой фразы говорит о том что у человека проблемы с вечной жизнью в этом мире очень много героев в том числе и религиозных в этом мире когда-то в иконе один из городов который находился рядом с колоссами когда павел и сила пришли туда и увидели человека немощного у него парализованные ноги были и павел сказал ему об иисусе христе и именем иисуса христа силою христовую духом святым он исцелил его в одно мгновение это было свидетельство чудесами кто-то может сказать но а почему это не происходит сейчас так часто да нет и в то время не всегда вот мы слышали о епофродите который находился рядом с павлом и у него его постигла какая некоторая немощь и павел не смог вероятно молитвами сделать так чтобы он был исцелен некоторое время это было как бы осознание вот-вот потеря будет и бог его вернул ипофродита почему так бог сделал потому что мы с вами должны жить в слове и понимать его царственность через слово и понимать что во всех обстоятельствах верующий человек любующийся поклоняющийся отцу через Иисуса Христа позволяет отцу призвать этого человека и определить для него некое состояние его физиологии чтобы этот человек там где он окажется свидетельствовал об Иисусе Христе это будут непонятные дела что же это за дело для меня болеть испытывать недомогание ну что это за дело другое дело это идти везде рассказывать так ты идешь и рассказывать ты живое евангелие очень интересный стих потому что обрезание уход от греха от греховного состояния это мы поклоняющиеся богу духом это сказано в евангелии от иоанна 4 глава 23 стих кому если вы внимательно посмотрите на третью главу евангелия от иоанна завершение вы обнаружите что иисус со своими учениками пришел к тому месту на реке иордан где иоанн креститель это тот который оповестил мир о том что иисус есть агнец божий и что он забирает грех мира на себя всякого человека иисус пришел со своими учениками и там ученики ну глядя на иисуса глядя на реку и видя людей которые идут и идут к иоанну крестителю к ученикам его а те крестят и ученики иисуса стали крестить а иисус молчит зато заговорили фарисеи и сказали да нет он такой же как и иоанн креститель не он не мессия он кресте доказывается иисус иисус знал что так будет я думаю а зачем ты приходил иисус мы там не слышим никакого твоего слова назидания мы видим некоторые сложности эти сложности спор между учениками иоанна крестителя по поводу того почему ученики иисуса крестят и мы слышим также там в третьей главе слова иоанна крестителя мне он говорит о себе суждено умоляться а ему возрастать возрастает служение иисуса христа служение агнца хорошая мысль но понятно ли она ученикам иоанна крестителя вот та фраза когда вот он агнец божий 3 глава 29 стих 36 стих вернее 1 глава 29 стих 36 стих вот агнец вот агнец вот агнец и мы видим как андрей и иоанн двинулись к иисусу христу замечательно так что же произошло в 3 главе иисус иисус без дела сидел он знал что будет что произойдет через некоторое время с иоанном крестителем что его арестуют что ему будет угрожать смерть его 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 действие закончится я так думаю что он приходил за иоанном крестителем и предлагал сейчас твое действие уже закончилось ты можешь последовать за мной он не последовал иисус уходит и потом идет ему после этого после 3 главы пребывания у иордана ему должно было необходимо было идти через земли самарян и он идет через самарию и там встречается с самарянской верующей женщиной которая желает поклониться Богу но у нее неверное учение иисус объясняет ей через некоторое время в отличие от около иорданской ситуации здесь женщина самарянка поверила и вот уже она сообщает о большой радости что мессия пришел он является спасителем он является тем кто очистил ее от грехов ее у нее было пять мужей и в то время она жила во грехе но жизнь ее была чрезвычайно тяжелой жить женщине одинокой в то время было очень тяжело ей необходимо было иметь опору и вот мужчина который согласился быть с не не пожелал стать ее мужем они жили во грехе иисус пришел к ней он поднял ее на знамя спасения вот та о которой будут говорить тысячелетиями четвертая глава является евангелие от иоанна является одной из самых любимых глав у христиан пастор стивенс говорил такую фразу интересно молодые проповедники когда проповедуют почти каждую проповедь сводят к четвертой главе евангелия от иоанна конечно там же такие слова звучат вода религиозная который за которой ты приходишь ты вас жаждешь снова но вода жизни которую я дам тебе он так будет говорить для евреев в седьмой главе евангелия от иоанна она станет в тебе источником воды текущей в жизнь вечную ну хорошо заявление такое красивое правда звучит а действия и вот приходят ученики Иисуса Христа они смотрят как-то косо на Иисуса почему ты разговариваешь с женщиной она саморяд ну это же были подзаконные люди все еще его ученики она не стала вступать ничего молчала она получила от Иисуса самое главное прощение она поняла что перед ней мессия и во второзаконии тридцатая глава шестой стих как раз написано об этом кстати самаряне для них было единственным что они считали святым это пятикнижие Моисея и вот Иисус говорит там во второзаконии о том что будет обрезание сердца ветхие ветхие греховное поведение человека и его жизнь уйдут и она приходит она стала совершенно новой она она пример того как она родилась свыше веруя в Иисуса Христа и она приходит и говорит всем тем от кого она раньше сторонилась и старалась пройти мимо потому что о ней все время шли сплетни разговоры показывали пальцами вот какая а тут она приходит такая счастливая и хвалится Иисусом Христом которому она поклоняется и передает эту жизнь вечную жизнь своим односельчанам или же согражданам города Сихарь который отмечен как в переводе как ну пьянствующие пьянь грешники и вот эти люди услышав и увидев услышав ее слова и увидев то что с ней произошло побежали к Иисусу Христу какая разница правда Иисус и ученики у Иордана и никто не бежит к нему Иисус в Самаре и целый город прибегает к нему Иисус через проповедников через миссионеров через пастора мати сколько к нему пришло людей к Иисусу через этого проповедника пастор Шаля по всем странам мира по которым он ездит чудо удивительное мы хвастаемся хвалимся Иисусом Христом мы хвалимся Иисусом Христом и вот слово хвалиться это такое красивое слово на греческом языке я перевод вам на греческом языке кау ха о май по японски у меня в моем произношении звучит это человек живущий это вот кау ха ау ха это ше он живет с поднятой головой он является тем кто прославляет Иисуса Христа он является тем кто понимает что произошло хвалящееся по поводу спасения Иисуса Христа это чудо и не на плоть надеющиеся по закону это добрые дела плоти но правда и во звание Господу и во второзаконии в шестой стихе в тридцатой главе шестом стихе дается обетование но это обетование о мессии который придет и соберет свои а когда это произошло собрание пятидесятница вторая глава они все люди вселенной которые пришли для того чтобы прославить его участие и водительство во время сорокалетнего хождения по пустыне и вот первые плоды наступили и они приходи приходят это праздник поставления кущей воспоминания то есть этих шалашей и воспоминания о том что Господь дал и люди делятся этими фруктами овощами друг с другом я до конца не знаю как этот праздник происходит но а то что я знаю этого очень и очень достаточно потому что они пришли на этот праздник и вот среди них побежали некоторые люди о которых одни говорили они пьяные на каком-то языке бормочат непонятно а те которые приехали допустим из древнего парфянского территории парфея они слышали что на их языке говорят другие на их языке говорят это была удивительная картина картина когда общество израильское как будто иудейское как будто бы разделилось это и разделение было такое одни радуются слышат то что говорят эти люди они говорили о великих делах бога что это за великие дела это его дело по на кресте это восхождение на крест за наши грехи это спасение уже там находясь на кресте он спасал людей уже там и разбойника спас и палача который смотрел во все глаза на этого необыкновенного человека который поразил его тем что не обвинял не ругался а он молился за этих людей которые остаются у креста и вот в день 50 когда уже после того как произошло его воскресенье затем произошло на сороковой день его восхищение на небесах и вот еще десять дней и пятидесятница какое чудо и он доступен те которые услышали о великих делах бога они ассоциировали ассоциировали это с вот этими людьми которые говорили так же и об иисусе христе что началось там в иерусалиме люди которые приходили на праздник и этот праздник мог длиться семь дней и и они где-то должны были жить они приходили из разных мест не только жители иерусалима и иудеи но это были рассеянные евреи по разным странам и вот они на пятидесятницу пришли и потом захотели остаться с этими людьми они услышали проповедь Петра и три тысячи человек поверили и некоторые из них наверное стали снимать там жилье и ежедневно приходить в общение они ходили вместе в храм и там люди подходили там происходили чудеса а для книжников первосвященников и фарисеев появилась новая трудность тот с которым они как будто расправились он не только исчез и из гробницы что было потрясением как бы они не пытались это залатать своей ложью но вот ученики его проповедуют смело среди народа а также и в храме это непорядок арестовать судить поместить в тюрьму это хвалится и хвалится хваль хвастаются и хвастаются что мы с вами делаем мы хвастаемся тем который нас спас мы знаем кто спас еще раз хочу сказать в каждом народе в каждом народе есть свои герои это хорошо но кто стоит на пьедестале славы это место только христа кто стоит на пьедестале славы в моем сердце в моей семье в вашей семье о ком вы хвалитесь о ком я хвалюсь а вы слушайте мне нравится слово посвящение и всякий раз это об Иисусе Христе очень важно очень важно я вчера по ютубу просматривал аналитику а что там происходит на нашем канале сколько там замечательных драгоценных людей и вы в том числе и те которые приходили в церковь и может быть они и так и продолжают я уверен и они из Баку из Киргизии из Узбекистана Казахстана из Минска из Великобритании из Германии Соединенных Штатов Америки Россия слушайте это очень важно если человек приходит чем мне кормить нам кормить хвастаться Иисусом Христом Аминь Отец наш Небесный мы так благодарны тебе за это чудо которое ты даруешь нам чудо вечной жизни и этого свидетельства можно было бы сказать отец что мы не видели нет ты знаешь что мы видели и это мы видим в Духе Святом славим тебя может быть среди тех кто слушает слова эти сегодня утром есть человек который или же по интернету есть человек который не знает Иисуса Христа как своего спасителя примите его в вашу жизнь скажите простые слова молитвы скажите дорогой Иисус я грешный человек прошу тебя прости мои грехи спаси меня подари мне вечную жизнь научи меня твоему слову приведи в живую церковь благословляй люби обучай давай благодать поднимай если упаду во имя Твоем мой Бог и Спаситель Иисус Христос я прошу и молюсь Аминь